здравствуйте друзья понедельник едут на работу у нас много общения знаете сами вот люди комментарии пишут делятся и вспомнилась метод история 1 когда вы возвращались из испании рейс был прямой из барселоны кремниевый долин в оклад есть аэропорт и там было много местного народа и вот когда мы уже проходили там пограничный контроль там как-то нас так в очередь выстроили и дядька рядом со мной стоял такой уже возрастной ну не знаю лет там на 15 меня старше и что-то мы с ним разговорились а он еще помнит там советский союз как-то он там ездил там еще что-то было так мы слова за слов и пришло к тому что я бы рассказал как мы беседовали с риэлтором а риэлтор такая моих лет женщина она нам санта-круз помогала купить дом и я ее тогда спросил вот слушая вот и вот места в одного возраста вот ты помнишь там холодную войну советский союз вот ну что такое происходило и она говорит ты знаешь майкл будет ты должен понять я я не помню я я в то время была на наркотик он дракс была он драк я рассказываю эту историю мы так стоим вот друг на друга смотрим а тут рядом еще один дядька американский но мы его не видим поскольку мы беседы и вдруг этот дядька американский начинает ржать когда это все рассказать начинает ржать мы оба на него поворачиваемся и а он смеется и видит что мы на него смотрим и он говорит кто помнит 70 говорит он тот там не жил в них не жил вот к чему я вспомнил эту историю я с виктором беседовал и фигельманом там такой сериал получился из 6 серий и вот женщина какая-то моих лет там на годик старше из-за откуда-то из россии она пишет и но как-то ее мнение вот расходится там с нашим по части ссср и всех этих дел и вот она пишет на нас она нас жалеет с виктором год вот люди как бы ну от корней оторваны вот могли бы добиться многого на родине вместо этого прозябают за границей где они никогда не станут там своими и так далее так точно такой разговор да и вот она пишет о том что мы потеряли она говорит страна где мы потеряли свободу свободу как раз на про 70 в этом смысле про 70 как хорошо было в семидесятых вот вы потеряли свободу я вспоминаю эту свободу когда нельзя было не то что за границу выехать а когда нельзя было по стране никуда ну не жить не работать ничего потому что прописка же и хорошо это мы жили в москве и там допустим колбасу можно было купить пошел в магазин всегда есть колбаса и собственно особо без очереди а я же видел людей которые приезжали не то что там откуда-то из подмосковья приезжали за этой колбасой и очереди эти выстраивались там боже и я же отлично это все помню то есть человек моего возраста как я знаю где она там жила и может быть ей много не надо и конечно крепостные многие жалели что отменили крепостное право не знали как дальше жить с теплотой потом вспоминали барина доброго но во всяком случае вот до квартиры давали бесплатно понимаете квартиры давали бесплатно люди по 30 лет стояли в очереди и и так и не получали ничего тут кто-то и там отвечает что за взятку какую взятку ни с какой взяткой нельзя было ничего получить то есть не то что ты говоришь хорошо я готов дать взятку там ее тебя взяли и дали квартиру нет что вы то есть они могли взятку конечно тоже взять но это не значит что за взятку можно было пойти получить нельзя было получить может быть без взятки там где-то я не знаю но сутно взятки ничего не давал Поэтому такой вот интересный мир И я почему вспомнил первую историю и вторую Потому что вот она пишет Как хорошо мы жили в СССР И я думаю Я вспоминаю вот эту вот женщину Которая на наркотиках была И вот этого мужика, который говорит Что кто помнит 70-е Тот там не жил В них, понимаете, я думаю Может она на наркотиках была Но нет, но мы понимаем, что нет Тогда не было наркоты никакой То есть они там, знаете, гуталином дышали Там пакет наденут на голову Или там какой-нибудь антидустом Вот знаете, там от насекомых туда наденут И подышат Вот тогда вот дальше этого не шло Вот, и я думаю Вот жили люди, такое ощущение, как в наркоте Значит, в тумане Ну то есть у них полное ощущение Это что они помнят И я еще раз повторю Вот замечательную фразу С которой со мной поделился Доктор Гаврилов Когда он приехал Пришел на работу после мединститута Он работал Где-то с алкоголиками Работал, наверное, в дурдоме каком-то И привезли человека Который сказал, что Объективная реальность Объективная реальность Есть иллюзия Создаваемая недостатком алкоголя в крови Понимаете? И вот были люди, которые жили вот в этой вот То ли алкоголь в крови То ли еще чего Я так думаю, ну не может же так быть Чтобы человек жил вот там Где молока Для ребенка купить Это надо было в очереди стоять Где курицу можно было купить только на базаре Где В Москве вот, например, картошка была круглый год Вот вы могли пойти в марте месяце Там в магазины Там была картошка В Киеве, вот Света жила В Киеве картошка в магазинах была до Нового года А после Нового года Ну или на рынок ты идешь Или вот запасали люди В подвалах, в погребах Они, значит, с осени запасали мешками И вот оттуда, значит, это целый мир такой был Как вот, допустим, запастись картошкой Пока новый урожай не подойдет И вот, вот эта свобода Вот эта уверенность в завтрашнем дне Вот это вот то, что мы потеряли Да Очень-очень интересно Такое, просто так как-то сложилось вместе в голове Я вот вам рассказываю Думаю, вы там кофеек будете попивать И заодно дедушку послушаете Счастливо, ребят